Нам открыты все маршруты! И с небесной си не прости, не прости, мне бы дождем моросить с небес и ввысь не взмывать, сколько нужно сносить облаков парусин, чтоб пройтись паруси пешком, а не прилетать. Только воздухом ношу с горьким по небу ношусь легкой, слишком для шагов по земле. Тучей землю бы растеть все лучше, что ни говори скучно, облаком парить сотни лет. За небесь я тоска, под небесь я река, вот гляжу с высока нас до зеркали реки. Небо под столь протекать по твоим поругам, но не видно пока грозы, и мы далеки. Только воздухом ношу с горьким по небу ношусь легкой, слишком для шагов по земле. Тучей землю бы растеть все лучше, что ни говори скучно, облаком парить сотни лет. Ах, как хочется одиночества, слава творчества расплеска. Тучей землю бы растет все лучше, что ни говори скучно, облаком парить сотни лет. Тучей землю бы растет все лучше, что ни говори скучно, облаком парить сотни лет. Тучей землю бы растет все лучше, что ни говори скучно, облаком парить сотни лет. Тучей землю бы растет все лучше, что ни говори скучно, облаком парить сотни лет. Тучей землю бы растет все лучше, что ни говори скучно. Доброе утро, малыши! У нас в гостях певица Таисия Гордонова. Встречайте! Привет! Привет, Хрюша! Всем доброе утро! Таисия, спасибо тебе за необычную песню, она очень-очень классная. А расскажи, пожалуйста, что же это за стиль такой необычный, в котором ты исполнил эту песню? Спасибо! Эту песню написал наш давний друг Кирилл Крымаровский, а стиль этой песни – фолк-рок. Что? Фолк-рок? А это еще что такое? Это такой стиль. В нем смешиваются и народные напевы, и рок. Мне нравится, когда эти жанры смешиваются. Получается что-то интересное. Согласен. Но если брать отдельно рок и отдельно народные песни, то я выбираю второе народные песни. Кстати, ребята, народными бывают не только песни, но и игры. Таисия, хочешь поиграть в такую? Конечно, хочу! О, ребята, не переключайтесь! Будет интересно! Обещаем! Игра называется «Малечина-калечина». А правила простые. Нужно поставить палочку на ладонь и сказать «Малечина-калечина, сколько часов до вечера?» Да. Вот так вот показываю. Малечина-калечина, сколько часов до вечера. Потом отпустить вторую руку и считать «Раз, два, три! Чья палочка быстрее упадет, тот и проиграл». Ха-ха! Кажется, все просто, но нет. Ведь нужно не только долго держать палочку на ладони, но и пройти полосу препятствий, то есть обойти кегли. Таисия, понятно? Да. Ну что ж, тогда я поступлю как истинный джентльмен. Я буду первопроходцем. Давай! Итак, занимаю позицию, ставлю на ладонь палочку. Да, давай, давай. Малечина-калечина, сколько часов до вечера? Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Отлично! Запомни результат. Таисия, теперь ты! Вообще, это сложное задание, Хриш. Ну и сил, давай! Малечина-калечина, сколько часов до вечера? Так, увидишь. Раз, два, три, четыре, пять! Какая оригинальная! И стоп-игра! Давай подойдем итог. Значит, у меня до вечера шесть часов, а у Таисии... Четыре или пять? Пять! Пять! Ты все-таки успела, пять часов! У Таисии вечер наступит быстрее. Видимо. Хе-хе-хе. Я считаю, что победила ты, потому что у тебя не упала палка, а у меня упала. Победила дружба. Дружба! Ну хорошо, договорились, победила дружба! Ну мы согласны. Таисия, мне так понравилось с тобой играть, приходи к нам снова. Договорились. Ребята, а вы живите активно и мыслите позитивно! И смотрите самый семейный канал «Карабельский». Добрым утром!